На неделе президент ознакомился с работами, которые были выдвинуты на соискание государственной премии в области науки и техники по итогам 2016-го. Она присуждается раз в два года. Всего на получение премии было представлено 12 проектов. Каждый заслуживает внимания, поэтому Александр Лукашенко детально изучил все работы и отметил, что присуждение госнаград за научные труды не должно носить формального характера. Все должно быть объективно, а высокое признание должны получить самые талантливые разработки. По итогам 2016-го были представлены ноу-хау в сфере трансплантации органов, промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, нефтедобычи, строительства, технологий и истории. По сути, лучшее инновационное достижение, которое позволяет стране успешно развиваться в различных сферах. Есть чем гордиться. Президент настаивает на максимально справедливом подходе при изучении наработок претендентов и отборе победителей. Я хочу действовать в рамках честности и справедливости. Совершенно верно. Оно основано на объективности. Поэтому я не хочу, чтобы он сказал, что вот президент там кто-то подсунул, ему он подписал, две работы присвоили, а я ведь не хуже. И эффект... Работы очень разнонаправленные, все имеют разные характеристики, значимость, вес, внедрение и так далее. Ну, давайте договоримся так. У нас впереди серьезное совещание по науке. Да. И надо вам тоже заняться и в правительстве, и вам посмотреть на всех разработчиков. Даже, как он говорит, у нас еще там сотня есть. Да, есть. Если даже 200, мы должны на них обратить серьезное внимание. И подумать, если мы не смогли им присвоить, лауреатам государственные премии, значит, вы, пожалуйста, отберите эти работы. Ну, может, там полмесяца, месяц, как у него, не хватает. Но уже видно, что это эффект колоссальный. Что эта работа заслуживает, ну, по крайней мере, внимания. И давайте вместе подумайте и в нем несите предложение. Что мы будем делать с этими людьми и с этими работами. Чтобы они понимали, да, он не получил государственную премию, но потому что слишком узкий коридор. Все не должны госпремию получать. Ну, потому что это обезличка будет уже. Это Александр Григорьевич, понимаете. Но они заслуживают некоего, другого внимания и пошли. Один из проектов представлен экспертами Института Истории Национальной Академии Наук. Они изучали истоки белорусской государственности. Взгляд разработчиков концепции может быть в скором времени зафиксирован в учебниках. В списке соискателей госпремии коллектив Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей. Президент ознакомился с работой медицинского комплекса и пообщался с теми, кто перенес пересадку. И благодаря специалистам центра получил второй шанс на жизнь. О том, что трансплантологией в Беларуси быть, в свое время принял решение именно глава государства. Несмотря на то, что и дорого, и сложно. И такая поддержка дала плоды. В итоге за десятилетия количество подобных операций выросло. Если в 2005-м делали 8 трансплантаций в год, то сегодня полтысячи. А ведь это не просто операции и не просто цифры, а судьбы людей. Сформирована научная школа в этой непростой сфере медицины. Специалисты центра постоянно внедряют инновационные технологии, которые помогают спасать не только взрослых, но и детей. Возвращают пациентов к полноценной жизни. По количеству трансплантаций Беларусь занимает лидирующую позицию среди стран СНГ. Достижения врачей в этой области позволили заработать на экспорте этих медицинских услуг. Продолжение следует...